Несмотря на то, что погода пока еще сильно не устоялась, мы знаем по опыту, что снега навалит ровно столько, сколько его должно быть. И то, что пока его мало в начале декабря и в конце ноября вообще без снега мы были. Поэтому коньки и лыжи точно не залежатся. И мы готовимся к спортивному сезону зимнему с Алихов Альберт Иршатович, представитель комитета, доложит о наших планах по зимним видам спорта. Минувшую субботу 7 декабря президентом республики Татарстан Рустаму Нургалевичу Менихану был дан старт строительству четырех крытых футбольных манежей нашей республики. Два из которых будут возведены в городе Казани. В настоящее время в городе имеется единственный футбольно-легкоатлетический манеж, который позволяет круглогодично проводить полноценные тренировочные занятия и соревновательные деятельности по футболу. Особенно это актуально для спортивных школ, в которых футбол является одним из самых массовых видов спорта. Однако в связи с загруженностью данного объекта обеспечить организацию тренировочного процесса юных спортсменов в полном объеме невозможно. Строительство крытых манежей позволит создать условия для подготовки высококвалифицированных спортсменов и даст рост в развитии спортивного резерва. Хочется отметить, что манеж по улице Чуйкова имеет возможность проводить тренировочные занятия не только по футболу, но и по регби. В продолжении советских традиций строительство спортивных сооружений ведется непосредственно и близости к городским паркам. Манеж по улице Чуйкова будет расположен вблизи парка Победой, а рядом с манежем по улице Ставанковая планируется благоустройство нового парка. Хочу выразить слова благодарности президенту Республики Татарстану Рустаму Наргаличу Менихану и вам, уважаемый Митсурович, за всестороннюю поддержку развития физической культуры и спорта в нашем городе. Теперь к основной теме доклада. Зимние виды спорта в силу своей доступности особенно популярны среди жителей нашего города. Поэтому подготовка инфраструктуры в преддверии зимнего сезона ежегодно является одной из основных задач комитета. Качественное выполнение данной задачи позволит создать условия для занятий зимними видами спорта и привлечь жителей города к активному отдыху. На сегодня в Казани функционирует большое количество современных ледовых дворцов, где организовано тренировочное занятие воспитанников спортивных школ и предоставлено время для массового катания. В 2019 году была открыта арена с искусственным льдом в жилом массиве Юдзина. Данный спортивный объект стал тренировочной площадкой для воспитанников спортивной школы «Стрела» и долгожданным местным проведением досуга для жителей поселка. В текущем зимнем сезоне прокат коньков будет функционировать на 9-ти крытых и 10-ти открытых катках. Первыми в сезоне начали работать два поля с искусственным льдом на стадионах «Ракета» и «Трудовые резервы». Также залит каток на стадионе «Мотор». Сейчас для массового катания доступна одна половина катка на Кремлевской набережной. Заливка второй завершится в ближайшее время. На набережной работают детский городок, кафе и пункт проката коньков. В скором времени планируется завершение подготовки еще шести катков. В центре хоккей на траве, на стадионе «Тасма», в парке «Черное озеро» и по улице «Дубравная». 21 декабря на территории Казанского ипподрома откроется каток в Ханском дворе. А в январе 2020 года в жилом массиве «Залесный» на базе отдыха «Солнечный». Всего в этом году в Казани будет организована работа 19 катков с пунктами проката более 3 тысяч коньков. Помимо площадок для массового катания в нынешнем зимнем сезоне в городе будут функционировать 77 хоккейных коробок. Информация по заливке льда по районам отображена на экране. На 68 из них лед готов, на остальных работа завершится в течение недели. Ежегодно на хоккейных коробках проводится турнир «Золотая шайба». Сейчас идет подготовка спортсменов к данным соревнованиям. На сегодня заявлено 77 команд. Хочу поблагодарить глав администрации районов, управление образования города Казани, комитет по делам детей и молодежи за совместную работу по восстановлению и содержанию хоккейных коробок. С каждым годом все большую популярность среди горожан набирают лыжные прогулки. Все чаще в Казани можно встретить семьи, которые предпочитают проводить выходной день на свежем воздухе. В компании таких же любителей активного отдыха. Для них будут работать 7 освещенных лыжных трасс. Прокат будет организован на 12 лыжных базах, где будут доступны более 1600 пар лыж. 16 декабря на базе центрального стадиона состоится официальное открытие лыжной трассы протяженностью 400 метров. С прекрасным видом на Кремль, где уже с 21 по 22 декабря пройдут первые любительские соревнования по биатлону «Рождественская гонка-2019». Участникам предстоит преодолеть три круга с двумя огневыми рубежами. Стрелковый инвентарь будет предоставлен руккомитетом соревнований «Тиммермен». А юные казанцы смогут принять участие в «Тиммеркидс» в биатлоне и детской лыжной гонке на дистанции 500 метров. В поселке Юдино завершается первый этап реконструкции стадиона «Локомотив». На сегодня произведена реконструкция фока, завершено строительство беговых дорожек, лыжероллерной трассы, стрельбище, а также закуплен новый ратрак, который позволит подготовить лыжную трассу на профессиональном уровне. В этом сезоне первый лыжный старт намечен на 29 декабря. Здесь пройдут соревнования по лыжным гонкам на призы Федерации лыжных гонок и биатлона «Казани». Традиционный казанский лыжный марафон запланирован на 7 марта 2020 года. На базе комплекса трамплинов в жилом массиве Нагорной будут функционировать три трамплина классификации К-60, К-30 и К-15. Также для любителей горных лыж и сноуборда откроются трассы с подъемником. В комплексе работает пункт проката лыжного и горнолыжного инвентаря. В новом зимнем сезоне Комитетом физической культуры и спорта запланировано проведение 32 спортивно-массовых мероприятий по 9 видам спорта. Хоккею, лыжному спорту, зимней рыбалке, зимнему триатлону, спортивному ориентированию на лыжах, футболу на снегу, конькобежному спорту, фигурному катанию, ледолазанию. Ожидается, что в данных мероприятиях примут участие около 30 тысяч любителей спорта. В новогодние каникулы в парках и сферах города силами тренеров и воспитанников спортивных школ будут организованы мастер-классы по керлингу, фигурному катанию, футболу и хоккею. 2 января в парке Крылья Советов сыграют хоккей на валенках. Сегодня в городе созданы все условия для активного отдыха жителей в зимний сезон. Всю информацию о запланированных мероприятиях можно получить на официальном портале мэрии города Казани. В заключении своего доклада озвучу итоги спартакиада в муниципальных случаях Республики Татарстан 2019 года. В рамках спартакиады были проведены соревнования по восьми видам спорта. Лыжным гонкам, волейболу, мини-футболу, бадминтону, настольному теннису, легкой атлетике, шахматам и плаванию. С каждым годом все большее количество структурных подразделений исполнительного комитета города Казани принимает активное участие в спартакиаде. Общее количество участников спартакиады в 2019 году со всей Республики составило более 1800 человек. В нашей группе участвовало 14 муниципальных образований. Соревнования по лыжным гонкам, волейболу, мини-футболу прошли в Заинске, Буинске и Вальметьске. А с 28 по 30 ноября в Казани прошли заключительные соревнования спартакиады по настольному теннису, бадминтону, легкой атлетике, шахматам и плаванию. По итогам всех соревнований команда муниципального образования города Казани восьмой год подряд заняла первое общекомандное место. Поздравляю нашу команду, команду исполнительного комитета города Казани. Благодаря именно этой победе ежегодно наш город получает по новой спортивной площадке. Второе место заняла команда Ознакаевского муниципального района. Третье место поделили команды Заинского и Альметьского муниципальных районов. Хочу поблагодарить руководителей структурных подразделений исполнительного комитета, чьи сотрудники приняли участие в соревнованиях в составе сборной исполкома города Казани и внесли свой вклад в общую победу нашей команды. Яхтибарах, извещен Рахмат, благодарю за внимание. Спасибо. Давайте поздравим нашу команду. На самом деле вот эти соревнования проходят в такой спортивной, жестокой борьбе и состязании. Мы внимательно следим за участием и победами. Не всегда победы, есть и вторые, и третье места. Но в совокупности спасибо всем нашим коллегам, которые принимают участие и призывая граждан к здоровому образу жизни, команда мэрии, исполнительный комитет Казани на собственном примере показывают здоровый образ жизни, что спорт – это наш ежедневный соратник, друг и попутчик. Поэтому важно участие, важно победа, тем более, что не первый год подряд благодаря победе сборной команды нашей мы получаем дополнительную спортивную площадку для наших горожан. Что важно, что спортивная инфраструктура, которая осталась большим, хорошим, красивым наследием, которая работает и на профессиональный спорт, и является базовой не только для наших сборных страны по различным видам спорта, но и для наших детских спортивных, юношеских школ. Важна президентская, опять-таки, программа, которую Рустам Гавич ежегодно финансирует и поддерживает. Это спортивные площадки по месту жительства. Мы уже практически полный охват у нас во всех районах столицы. Это и во дворах, и при школах. И мы видим самый главный показатель. Это огромное количество и наших детей, и наших юношей, и жителей по месту жительства на этих площадках. Парки, скверы, лебяжья, юдино, дербышки. И цифры говорят сами за себя. И, конечно же, тот праздник, который в субботу мы посетили во главе с нашим президентом, инициатива поддержать детский футбол и два манежа, один Парк Победы, другой на Мавлютово. Все густонаселенные, только на Мавлютово вокруг проживает 45 тысяч детей. И там та же футбольная школа «Приворужанин», которая имеет свои традиции, истоки. Но ко мне подходили родители, что нет базы для тренировок, хотя есть у ребят и успехи. Ну и так далее. В целом у нас более десятка спортивных школ, а несколько десятков дворовых футбольных команд, которые принимают участие на соревнованиях «Кожаный мяч». И для них, конечно, это огромный подарок в преддверии президента от нашего Деда Мороза, Рустама Галевича Мениханова, который пообещал, что в следующем году мы оба комплекса сдадим. И он назначен первым заместительным главой администрации строительного союзного района. В целом по России не торопятся, но тем не менее был уже и первый снегопад. И в больших районах все предприятия благоустройства собственников, целых помещений, основного общественного транспорта. Подведем итоги программы благоустройства общественных пространств. Начинается с чего-то мало, с первого шага. Мы робко начинали вместе с КГСУ. Города, неважно, размеры, миллионная, многомиллионная Москва или миллионная, или Казань. Привести в порядок все наши миллионные зоны общественных пространств, парки и скверы. Есть небольшие парки и скверы, есть среднего роста. Они большие, сложные, но очень важные и нужные. Мы последовательно ведем работу. В этом году уже полтора миллиарда рублей. Это огромные средства. Спасибо всем, кто принимает в это, как меценаты, как спонсоры. И в целом всем предприятиям на экономику нашего региона, позволяющим платить налоги и реализовать такие масштабные пространства, где жители ближайших микрорайонов активно используют, но не для всех жителей. Большой объем работ проделан на озере Комсомолец в Дербышках. Проектируется таким образом, чтобы они использовались круглогодично. Зимой не менее активно. В этом году подключится и сфера нашего туристического гостя-индустрии, конкурс. И многие без конкурса прилагают усилия для того, чтобы по новогоднему празднику мы традиционно уже ожидаем большой поток. Поэтому, как наших горожан. Что важно, что спортивная инфраструктура...